Заведомо прошел, уважаемый аудиторий, прощение, поскольку я, во-первых, не являюсь аналитическим философом, потому что я просто занимаюсь временем, мне интересно, вокруг этой печки, там, совать с лоразных точек зрения. Вот, а во-вторых, я этот доклад немножко напильничково пработал, если результатом стало что? Во-первых, если он сначала мне казался не совсем аналитическим, сейчас он мне, в конце конференции, уже кажется совсем не аналитическим. И к тому же у меня, как незабавно, центр тяжести спустился от времени немножечко к событиям, к событийности. Ну, после этого мы будем продолжать. Идея была какая? Как максимально органично вписать проблему времени в сферу аналитической философии, и при этом, чтобы время осталось самостоятельным феноменом, не самостоятельным объектом. В том числе, к пространству или к таким вот, или даже к таким вот парным штукам в стиле Мактагарта раньше-позже. Собственно говоря, поскольку аналитическая философия занимается анализом языка и прояснением смысла высказываний, я буду рассматривать время исключительно с точки зрения его выраженности в языке. То есть никаких потоков сознания а-ля гусаринга, никакого до-после вместо языкового возвышенного опыта и так далее. То есть есть опыт, есть поток сознания, все равно он должен быть выражен каким-то образом в языке, и только после этого что-то можно анализировать. Вот уже при столь ограничивающем подходе время оказывается весьма специфическим и интересным объектом. Оригинальным не буду, начну с трактата Рибгенштейна. То, что может быть показано, не может быть сказано. Вот. Мне кажется, что возможность адекватного представления времени в любой философии, особенно в аналитической, напрямую связана с возможностью обращения этого высказывания, которое должно звучать так. То, что не может быть показано, может быть сказано. Ну или раз сказано, так немножко лучше. Заметим, что в данном случае обе формы, о которых я говорил, и рассказ, и показ, это, собственно говоря, способы говорения. То есть они обе существуют внутри языка. То есть показывание, в общем, тоже, это языковая конструкция. И однако же. В принципе, всякая картина является, опять же, я подражаю стратегию, всякая картина является илогической картиной. И эта картина способна изображать мир, говорит Генштейн. И далее он говорит, что предложение показывает свой смысл. И предложение показывает, как обстоит дело, если оно истинно. И оно говорит, что дело обстоит именно так. Вот здесь, таким образом, мы имеем одну интересную вещь. Язык, показывающий, то есть две языковые стратегии. Язык, показывающий, язык, рассказывающий. Первый из них стремится к максимальной самопрозрачности, к самоустранению в пользу фактов и экологической конфигурации. Но здесь происходит одна очень интересная потеря. Это адекватно статичному миру, в котором время не более, чем параметр. И в этом смысле, вот, вполне сводимо к, скажем, каким-то пространственным конструкциям. И при таком подходе предложения, но в отдельном, атомарном предложении, вот эти вот функции, показы и рассказы, еще не разделены. Точнее, не разведены достаточно полярно. Оно, примерно, как телевизор. Оно и говорит, и показывает. Но показывает оно, как слайд. При этом, при таком, картинку просто, одиночную картинку, при таком подходе предложения, логические картины фактов, положение дел в нелесть, меняют друг друга, подобно даже не кадрам фильма, а слайдам, поскольку между их сменой нет истинной необходимости. Это еще не фильм даже. Тут нужно, вот почему, спросил предыдущего докладчика, задать какие-то часы, но при этом эти часы будут неподвижны. Нам вот не хватает того, что будет вот эти слайды менять. Вот, а сам Витбенштейн говорит об этом во многом в Толя-Юму, которого часто относят к кризисной литической традиции, что выводить события из прошлого невозможно, что это есть не более, чем суеверие, у Юма, соответственно, привычка. И мы пользуемся ей лишь за отсутствием достоверности. Но в самом Витбенштейне есть подсказка, где можно копать, чтобы преодолеть вот это затруднение. Он говорит о том, что язык — это целокупность предложений, и целокупность, ну, и наука — это целокупность истинных предложений. И вот возникает тогда вопрос, какова рода эта целокупность, аддитивная или системная, замкнутая она или открытая? По отношению к естественному языку, это вопросы риторические. Но мы говорим, в общем-то, когда говорим об аналитховой статье, мы обычно говорим о языках специальных, не обязательно строго формализованных, но обязательно, скажем так, хорошо приготовленных. Для них вот эта вот проблема, вот эта вот проблема аддитивности или системности, действительно является проблемой. Возможно ли как употреблять логический, ясный язык для описания мира, в котором время играет существенную роль? И вот, собственно, у того же Виттенштейна ответ заключается в употреблении языка. То, что не удается выразить знаки, показывает его употребление. Что прокладывает знаки, договаривает их применение. Но только употреблением здесь, на мой взгляд, будет не применение отдельного знака или предложения, а использование некоторых нарративов, то есть системной открытой целокупности, не сумма товарных предложений. Вопрос о том, что так... Энгер Смит в ранней работе «Нарративная логика», где он вполне аналитический философ, без всяких вопросов, на мой взгляд, и нарративист, он пишет, что вопрос о том, что такое нарратив и как он сопротивляется с миром, нельзя свести к вопросу об истинном, единичном высказывании. В противном случае, время ускользает от языка так же, как оно ускользает от взгляда. А вот от взгляда, время, на мой взгляд, простите, за коломбуру, скользает надежно. Аристотель пишет о том, что время не существует или же едва существует. И поле ликер, которого много недель, Аристотель использует, пишет, что время нельзя наблюдать непосредственно, время в сущности с ним не уловили. И надо признать, что так оно и есть, если говорить об умозримой сущности, о том, с чем работала метафизика нового времени, которая наслаждь пронизана катезианскими оптическими интуициями и берет начало античной традиции, и конкретно в Платоне. Все, наверное, знают вотказание Рассела о том, что вся западная философия это посрочный комментарий Платона. На то, чтобы уйти, перейти от Платона к Аристотелю, у античности ушло ровно по коленю. На Западе, для того, чтобы сделать такой же переход, то есть где-то от Спиноза и Декарта до Хайдегера, первого серьезного, на мой взгляд, именно в долгом времени, переоткрытия Аристотеля ушло больше трехсот лет. Почему это существенно? Потому что именно Аристотель, несмотря его утверждение о призрачном существовании в Рейдине, он дал очень серьезный инструментарий для его описания. Картезоинский сущностный подход, он, в принципе, предполагает, если не наличное существование всего подвергаемого анализу, то хотя бы его умозрительность, то есть представимость, то есть, опять же, даже соматическая парагима. И в отношении времени такой подход дает выбор небогатый. Либо есть только настоящее, будущее, прошлое иллюзия, либо последнее также есть во всей полноте существование, то есть просто есть, а наше движение во времени тогда иллюзия, то есть мы движемся по колене времени из прошлого и будущего, не имея возможности никуда с нее деться. И вот, собственно говоря, при открытии времени, которое началось в начале XX века и связано с, продолжается по селеку, и в общем-то, и связано с именальным гуссердом Хайдегера, ритмером Горджио, Маккерсмита, я поставился уравнять людей, относящихся к разным традициям философским и научным. Вот оно, подобное, что его можно и лучше, естественно, от фамилии назвать, вот оно совпало с тем, что Хайдегер назвал началом конца метафизики проекта западной философии. Я думаю, что это не случайное совпадение, что это один и тот же процесс при открытии времени и конец метафизики. Философия, при этом, конечно, не закончилась вместе с концом метафизики, просто философствует теперь по-другому. В этом веке носят вот так, не так, как в XIX, допустим, или раньше. Два основных системных методических способов философствования, которые, в общем-то, не метафизичны, это фермерология и аналитическая философия. Потому что любые другие, посмодернистские способы философствования, они принципиально не методологичны, а вот именно методологические такие вещи, я думаю, их, в общем-то, недаром все, так сказать, почти сравнения аналитической философии, которые прозвучали на нашей конференции, это даже сравнение у нас с философией, потому что тут можно, так сказать, вот именно две школы сравнивать. Они в этом смысле взаимнодополуциями и являются в аристотическом смысле символами, символами, сломанной монеткой, части, которые подходят друг к другу. Вот у меня есть, кстати, вторая серьезная такая интуиция, может быть, ничего не пояснованная, что вот этот слом, он примерно проходит по границе, так сказать, представления времени. Как бы это ни было, он артическую, картезианскую парадигму сменяет, или существенно, так сказать, подвигает парадигму нарративно. Следуя рекеру, эту смену парадигмы нужно определить как переход от объяснения посредством подведения под закон, среди прочего, к объяснению посредством построения интриги. Он специально оговаривает, что использует термин из поэтики Аристотеля интрига, как связанный рассказ. Проще говоря, время не может быть, вот я говорю об обращении вот этого высказывания Реттминштейна, о том, что время не может быть показано, не может быть только сказано. И аналитической философии для докладного описания времени требуется дополнить логику высказываний логикой нарративной. Достаточно красиво ее описывает как нестрально физик-приложен. Это уже не логика баланса, не логика однозначных причин и следствий, а повествовательная логика. То есть от логики баланса мы переходим к повествовательной логике. В конструкции, самая простейшая конструкция, это видео «Если то». И в этой логике события вероятные, играют не устранимый урок. То есть не получится ввести эту логику, и не получится ввести... То есть возможно сказать, что это не многих проявств, но тем не менее. Простым вот дополнением классической логики, достраиванием ее какими-то модельными или темперальными операторами ничего сделать, как бы ему не удастся. Потому что так мы просто далеко от времени, как координаты пространства, не найдем. А уйти мне кажется все это не надо. И вот стоит вернуться к трактату, чтобы прочувствовать разницу между двумя подходами нерративными и оптическими в отношении возможностей. Если объект известен, известны все возможности его появления в событиях. И если даны все объекты, то тем самым даны и все возможные события. Здесь мы видим одно из ключевых различий между оптической и нерративной параллитами. Это разное понимание причинности. В оптической и параллитами события настоящего и детерминированного прошлого. Строго говоря, событий нет. Есть некоторые предсказуемые конфигурации положения движения. Движение небесных тел по прибоженному не событию, потому что оно может быть просчитано на... Ну, речь идет, естественно, об идеализации, потому что понятно, что движение небесных тел на главном событии из-за сверкновых, которые так и не научились предсказывать, есть, в конце концов, столкновение метеоритов и так далее. И вообще задача более трех тем, как известно, аналитически не разрешила. Ну, это, так сказать, к слову. Более того, лишь причинный ослез между событиями надежно обеспечивает вот в классической традиции, обеспечивает и премию последовательность. То есть на самом деле это кандианская мысль и мысль до упора развитая в теориях относительности о том, что вот истинную последовательность звезд во времени задает причинность или, по крайней мере, возможность причинности. Если провисает причинность, провисает последовательность. Провисает вот связь между настоящим и прочим. А вот в народе иначе в парамидне важнейшую роль играет целевая причинность влияние будущего на настоящее и целого на своей части. Сходным образом рассказы целая замысль указывает событиям их места в сюжете. Об этом, собственно, пишут Аристотель и Рекер. И замечу в скобках, что вероятностям и случайностям также указывается некоторым образом, они тоже служат целому. Правда, другое дело, что тут нужно очень четко размечать случайности и все по случайности. Например, все, кто хоть раз видел какие-нибудь американские боевики, где нужно угадать, какой провод у бомбы перекусить за 10 секунд до взрыва, тут, в общем-то, понятно, какова вероятность угадывания. Если герой положительный, вероятность 100%. Если герой отрицательный, отрицательная вероятность 100%. Потому что никакой случайностей, это, так сказать, пока мы не досмотрели фильм, а на самом деле это режиссерский запас. Вот такие случайности, от истинных случайностей тоже надо отличать, конечно. Но из этого следует очень интересный вывод. Поскольку мы вольны, так сказать, в выкраивании замкнутых систем из мира, то, чем занимается всю жизнь физика, она умеет работать хорошо только с замкнутыми системами. С открытыми системами умеет работать для ругий. Я правда плохо? Ну, с точки зрения строгости. Но сам способ выделения замкнутой системы в мире, он на самом деле является некоторым выбором субъекта. И поэтому получается очень забавный вывод. Получается, что даже самый строгий детерминизм, когда мы возводим эту замкнутую систему, совершенно, кстати, не правдано, до размеров с Вселенной, она является на самом деле некоторым актом человека, некоторым актом свободного выбора. То есть выделения часто в свободу входит право свободного себя связывать. То есть в любом случае мы получаем время центрированное на событии и на некотором акте субъекта. Об этом физике начал говорить в начале века Эйнштейн, а закончил, ну как закончил, закончил так, что в этом не осталось сомнений, тот же пригодил. То есть примерно как раз уложились в 20-й век. Философия об этом начал говорить гусар, как ни странно, не гадит, о центрированности на событии. Это вообще был очень странный химик в философии, когда вот человек от чистого потока сознания и впечатления перешел к тому, что не удается это зафиксировать, не удается это даже высказать, что нужен некоторый акт столкновения с реальностью, нужны некоторые события. И вот свой реальность прозвищала первый раз от них не у Хайлигера, а где-то в, ну именно в таком значении, а где-то в Берновских манускриптах в Нусрале. Правда, это, конечно, занятие людей и читать, не знаю, не из слова, но мне об этом рассказал совершенно замечательный уже, к сожалению, такойный пятигольский философ Чарнёк. И вот в аналитической философии, если она хочет отвечать на заболевание во многих смыслах, надо с этой событий если что-то делает, причём с событий вместо темпоральной. Известный парадокс Зелона-стрела не решается, если не отличать летячую стрелу от вистящей воздухе, если не понимать, что у летящей стрелы, в отличие от вистящей, есть один дополнительный атрибут, есть скорость. То есть, как бы мы на какой бы маленький момент времени не мылицеры, вот отношение ДХПТТ будет постоянным. Вот аналогично с событием. Надо всегда помнить, что оно встроено во время, что отдельные, так сказать, слайды, это не кадры фильма. Пока мне представляется наиболее интересным ответ на этот выждок, помимо того, как Смита, ответ на Альма Бадди. Он центрирует отношение событий через субъекта, через свидетельство о нем. И вот мне кажется, что, то есть, мне кажется, вот то, чего не хватает, что могут разрешить многие парадоксы в аналитической философии, то, чего не хватает, это как-то адекватно. Если очень много разговоров о предикате существования, я никогда не слышал вот в аналитической философии аналогичным образом, вот так сказать, если о существовании мы относим, так сказать, как предикат объективного мира, я вот никогда не слышал в аналитической философии, уважаемый Абитарий, меня подвали, вот различение просто фиксации, между фиксацией события и различением свидетельствования о событии, которое встроено во время и которое само по себе тампорально, потому что буквально несколько докладов было вот там, скажем, о ведьмах и о вере в то, что Сталин вождь народов. Так вот, я в этом смысле совершенно уверен, что ведьмы в то время, когда во время реализации были, то есть надо и ровно таким же образом в 30-е годы Сталин был вождем народов. Тут дело мне кажется, что нужно совершенно четко разделять ложные мнения, ложные, не ложные, не важно, убеждения и свидетельствования, потому что это совершенно разные вещи. Свидетельствование является некоторым субъективным коррелятом, субъективным коррелятом существования, предиката существования. И совершенно неудивительно, что вот все вот эти вот люди, которых все-таки можно отнести к аналитической традиции, Энтерсмир, Вадью, Рикер, они именно обратились во всех своих вот этих вот работах, и вся эта проблема несладимости предложений к Иксуме, они все были написаны по поводу так или иначе на историческом материале. Потому что именно история обладает очень интересным свойством. Истории и субъект, и события держатся на свидетельствовании. Собственно, всем тиранам это было всегда хорошо известно. Убери всех людей, так сказать, свидетелей неугодного события, и события практически исчезают. Это не логический факт, это не дважды два четыре, которые не зависят от наблюдателя. Он не просто зависит от наличия, и даже не квантовый, который зависит от наблюдателя, который может быть заменен, в общем-то, прибором. Он именно зависит, вот тут проходят границы между фиксацией, фиксировать, может, и фотопрынком. А вот тут какое-то различие как раз между свидетельством и фиксацией. Ну, собственно, и все, наверное, время будет проводить еще пять минут назад. Да, есть немножко про решение регламента. Доклад, потрясающий, в своей шароте, я думаю, что можно было много задать вопросов, но я прошу ограничиться там парочкой короткой, пожалуйста. Вот я. Да. А вот предыдущий вопрос, ты можешь сказать, что время — это пространство, то есть как раз вам? Вот меня как раз интересует, в какой степени время — не пространство. Если бы оно было пространством, его можно было бы показать. Тогда вот это вот показано и рассказано, а время — пространство для слайда, для предложений, который говорит и показывает, а вот для нарратива он уже не пространство. И вот как аналитизировать, вот извиняюсь за это слово, вот эту вот процедуру, я, честно говоря, в замешательстве, но, видимо, как-то можно все-таки. Если бы позволите, у меня есть одна короткая манта и предложение одно короткое. Свердлась тем, что является ли время и совместительность, если их вместе поставить, что оно будет таким же образом, как знаменитое прямое видение множества «Мэйди», да? Прямое видение. И критика Чехары, и прямого видения множества. А второй вопрос то, что... Второй вопрос связан с тем, не лучше ли применить здесь концепцию Свидерского, которое исходило из аналогического приоритета движения. Вот, аналогического приоритета движения над чем? Над статикой? Ну, в общем, да, там, и совмутренность, и изменчивость, и приоритет изменчивости над... Можно так сказать, что... Тут есть один момент для того, что нужно... Нужно и изменчивость... Здоровый сверхний вопрос. Тут нужно и изменчивость, и постоярство. Я все время думал, что делать с другом. У меня вообще все время получается два времени. Потому что тот же Платон говорил о том, что события, решения, опять же мы говорим о событиях, принимаются в мгновение ока. То есть, это значит, что время события, оно другое, чем длительность между событиями. Это разные времена. Собственно говоря, и даже в античной договоре разные названия. Хронос и каерс. И вот нам нужна, на самом деле, и изменчивость, и постоярство. И постоярство нужно. Нам нужна определенная динамика. Потом я понял, что с этим бороться не нужно, что так оно и есть. Но, честно говоря, почему можно прочесть еще один такой? Я понял, что с присутствующим понятным, кто-нибудь не узнает, как взорваться. Не до такой степени, чтобы предоставить предыдущие обстоятельства. Давайте, Влад, держимся тогда о обсуждении этой консекции. Конечно, конечно. Вы, смотрите, я знаю, плохо связано с антическим процессом. Ну что ж, спасибо еще один. Я тоже.